Это удивительно, что у нас проходит пятный самсурнав. Это уже третий раз уже проходит. Наступал Александр Госенков по теме «Цифровая реальность», потом наступал профессор из Индии, директор экономического центра «Наука и философия холизма». Семена называется пятничным, но может проходить и по среднам. Мы надеемся, что в следующую следу в 11 часов Александр Госсенков нам расскажет о космологии. Хотя предполагалось, что это будет сегодня. Но сегодня мы будем слушать «Сверху-пешествия по машинам времени», процесс, связанный с философией времени. Поэтому на самом деле эта тема очень приют. Также с физикой. Как мне рассказали, эта тема достаточно серьезно в современном обществе. Иван Александрович Севцов, он старший научный сотрудник на структуре физики. Он физик-теоретик, специалист в области астрофизики и космологии. Космологии меньше астрофизики? Да. Значит, он работает на стыке «Теория относительности квантовой механики». У него есть статьи о том, как ведутся квантовые системы в слабых и сильных, в том числе классических и квантовых гравитационных полях. В квантовых нету? Есть квантовые системы в классических полях, но различного типа. Ну, это самая современная область исследований. И философы тоже этим очень интересуются. Вот. Я попросил рассказать нам на современном состоянии космологии, потому что это очень противореческая область физики. И философы очень интересуются. То есть имеется даже философия космологии. Вот так же, как философия квантовой механики. Значит, да, Иван Александрович стажировался в Италии, да? Я не только стажировался в Италии, но и даже защитительный таблицерфакции. И даже защитительный таблицерфакции. И потом здесь перезащищаться. Несколько лет там. Там пять лет почти, да. Значит, большое спасибо, что вы согласились выступить. Значит, мы сейчас будем внимательно вас слушать. и попробуем, значит, в силу нашей компетентности вам давать. Я еще раз хочу извиниться, потому что речь началась о двух темах. Соответственно, о космологии и о том, что я предложил, что я могу еще делать вот такой доклад. Потом, значит, мы обвелись письмами, и мы решили, что будет одна тема, потому что одну тему за две темы я за полтора часа, в общем-то, хорошо не расскажу. Там одна, каждый из них требует отдельной лекции. Вот, значит, дневного семинара. Вот, и поэтому потом я, к сожалению, не уточнил, какую конкретно тематику мы будем рассказывать сегодня. Мне показалось, что это, но... Извините, пожалуйста, если я буду на ночь и дожидания сейчас. Но в следующий раз, в среду я тогда расскажу именно о космологии. Я готовлю презентацию, еще переработаю предыдущий свой. Значит, итак, вопрос... Вот, тематика такая достаточно широкая, сейчас у меня заявлено про черные дыры, сверхсвятые путешествия и машины времени. Значит, ну, тут нужно сразу рассказать, значит, что они обладают несколько разным, в том числе антологическим статусом, в том числе общей теории относительности, но, тем не менее, все они являются достаточно серьезными научными предметами для обсуждения всех сейчас. В частности, по сверхсвятым путешествиям и машинам времени существует несколько обзоров, которые это затрагивают. И в одном из них приводится следующая статистика, что статей, которые затрагивают тематику сверхсвятых путешествий и машин времени, в самом престижном физическом журнале физико-режью Дэ, если вы такой знаете, значит, публикуется не меньше 20 штук в год. То есть, эта тематика, ну, нельзя сказать, что эта тематика, так сказать, очень популярна и сверхвостребована, но, тем не менее, это очень серьезный научный, вообще говоря, предмет, который на полной серьезе сейчас обсуждается физикой. Значит, ну, с чего это все началось? Я немножко расскажу с исторической точки зрения, значит, и потом перейду к более современным нашим, то, что, собственно говоря, сейчас рассматривают ученые. Значит, пожалуйста, следующий слайд. Ох, тут все совсем плохо. Ладно, ну, значит, давайте начнем с черных дых, потому что все это, в общем, в общем, началось черное дыр. Значит, черная дыра такая область пространства времени, значит, грационное притяжение, которое настолько велико, что даже объекты, движущиеся со скоростью света, не могут ее покинуть. Значит, вот эта граница, за которую объекты, проваливаясь внутрь этой области, значит, не могут ее наобратно покинуть, называется горизонтом событий, ну, а некий условный радиус, характерный размер этой области, это гравитационный радиус. Значит, это определение, например, взято из Википедии, но, в общем-то, я его там и написал, в большом счете. Вот, потому что, в принципе, это на простом языке, в принципе, именно то, как строгим математическим и физическим образом теоретики в общей теории относительности определяют черные дыры. Там, значит, существуют некоторые очень специфические тонкости, связанные с различием между горизонтами событий в черных дырах и космологическими горизонтами и так далее, но это уже тематика, может быть, отдельной лекции. Значит, ну, что такое черная дыра? Соответственно, она поглощает все, что на нее падает. В принципе, это не сразу стало понятно. Когда только-только были получены первые решения, отписывающие черные дыры, это было решение Шваршида в 1918 году, практически сразу же после опубликования общей теории относительности Эйнштейна, никто, в общем-то, не очень понимал, никто не понимал, что это, общеговорительственная черная дыра. Значит, первая, так сказать, система координат, которая, наверное, подходит под описание черных дыр и которая показывает, что объекты могут попадать, в том числе, под горизонт событий, они навечно застревают на их поверхности, как думали до того, была придумана Эдингтоном в начале 20-х годов, но, вообще говоря, опять-таки, не совсем правильно проинтерпретирована. И эта путаница, в общем-то, по большому счету, продолжалась до 50-х годов. Кабета, в конце концов, было осознано, что на самом деле на объектах событий происходит разрыв причинной структуры пространства-времени. То есть, вообще говоря, тут такая интересная ситуация получается, что в пространстве-времени черной дыры происходит разрыв причинной топологии. Она становится не совпадающейся с называемой естественной топологией. То есть, что такое естественная топология, и чем она отличается от причинной топологии? Нашка, будем сказать. Смотрите. Естественная топология подразумевает, что у нас есть некоторое многообразие, значит, свободность точек, и мы им приписываем какие-то координаты, и получается, что окрестностью точки являются точки с близкими к ней координатами. Это так называемая естественная топология. Она возникает в математике всегда, и с ней все очень просто. Но оказывается, что на самом деле существует еще одна естественная топология для пространства-времени. Значит, она была обнаружена Александрую и носит название топологии Александра. Значит, она исходит из того факта, что если у нас есть, например, две близкие точки, ну, как у нас есть близкие точки пространства-времени, например, по координатам, значит, у нас есть световой конус, который исходит из первой точки, и у нас есть световой конус, будущее, например, который сходится ко второй точке из прошлого. И теперь вот это вот пересечение этих конусов может опять-таки задавать близость некоторых точек к точке, например, внутри этой множества. Вот это вот есть причинная топология, потому что она связана с областями влияния. С областью влияния, соответственно, вот этой точки и областью влияния на эту точку. И вот оказывается, что естественная топология на горизонте событий не начинает совпадать с причиной. То есть, вот как у нас по горизонту и сказано. Вот если у нас есть горизонт событий, то точка, которая находится за горизонтом вот здесь и за горизонтом вот здесь, они могут принадлежать одной окрестности в естественной топологии и будут принадлежать. А вот причинная топология это будет не так. Вот эта точка будет находиться поблизости от этой точки наружной в причиной топологии. То есть эта точка может повлиять на эту точку, влияние сюда распространяется, а в эту сторону она уже не распространяется. Это невозможно. Происходит разрыв причинной структуры. Это было осознано примерно где-то в 50-х годах, но с очень серьезной большой математикой, которую никто толком, по большому счету, не понимал. Поэтому следующий слайд, пожалуйста. Как оно на самом деле было осознанно? Было осознанно это следующим образом. Когда люди сумели построить координаты, например, для вращающейся черной дыры, в которых мы можем покрыть все возможное пространство времени. Тут возникает еще интересная ситуация. Когда мы рассматриваем процесс коллапса материи, например, на двойне вращающуюся шварчевную черную трубу, получается, что с точки зрения внешнего наблюдателя у нас происходит появление застывшей звезды. Материя сжимается максимально к гравитационному радиусу и дальше ничего не происходит для внешнего наблюдателя. Для самой материи ситуация выглядит немножко по-другому. Она, потому что сжимается до гравитационного радиуса, она, на самом деле, за конечное собственное время, изменяемое по собственным веществам, сжимается, в конце концов, в точку, в центр, в сингулярность. Это было еще в 30-х годах понято, но, как я уже говорю, достаточно сложно происходило в восприятии этого факта в физическом сообществе, потому что представить себе разрыв причинной структуры пространства времени, ну, для этого нужно было совершить революцию в сознании, на большом счете. Соответственно, когда у нас происходит вот такой вот коллапс, ну, думали, что, может быть, можно как-то от него избавиться. Значит, и, например, что в реалистичный черный берег, который будет с вращением, с возмущением его не будет. Но где-то к 50-60-м годам получилось, что нет, на самом деле будет. Значит, потому что сумели построить координатные системы, которые покрывают мало того, что вот это вот пространство-время, внешнее, по отношению к нашим сжимающейся материи, но смогли построить полностью так называемые аналитические продолжения вот этого самого пространства-время. Что такое аналитическое продолжение? Значит, вот у нас была ситуация такая. Ситуация такая состояла в том, что у нас была какая-то материя, заполняющая часть пространства-времени, и было пустое пространство-время снаружи. По тереме Бюргофа снаружи она описывается метрика Швакшильда. Значит, если, например, материя продолжает сжиматься, точно так же мы оказываемся, что мы оказываемся в ситуации, когда здесь получается продолжение от метрики Швакшильда с горизонта. Значит, с горизонта продолжение, оно там писается различными координатами, но потом опять-таки оказывается, что все эти координаты опять не покрывают полностью пространство-времени. Значит, аналогию можно здесь пояснить следующую. Значит, смотрите, вот если мы, например, возьмем лист бумаги, значит, проведем на нем линию, и вместо того, чтобы пользоваться перпендикулярно этой линии, например, координатой Х, которая будет принимать, например, на этой линии значение 0 здесь, здесь будет положительно, отрицательная. Возьмем и начнем пользоваться координатой Х', которая будет равняться логарифму натуральным от Х. Вроде бы все хорошо, но давайте посмотрим, что происходит, когда мы начинаем двигаться вот с этой точки в глубь точке 0. Значит, здесь у нас получается координата при единице проходит 0, Х' равен 0, а затем она начинает падать вниз и достигает минус бесконечности вот на вот этой вот линии. То есть получается, что наша координатная система, новая вот эта вот Х', она вообще не описывает область нашего листа, располагающуюся за этой линией. Это у нас координатная сингулярность, так называемая. То есть это не физическая сингулярность, это просто проблема нашего использованного выбора координат. Оказывается, что для пространства Швадж и для остальных пространств, это, соответственно, черный дыр, значит, заряженных, вращающихся и так далее, можно построить такие системы координат, часто не из одного листа, то есть не из одной системы координат, а когда у нас есть, например, два листа координат, то есть вот у нас есть область пространства времени, описанная одним набором координат, область пространства времени, описанная другим набором координат, и вот у них есть пересечение ягода между ними, в котором есть известный переход от одним к другим. Эти штуки называются листами атласа, и, соответственно, атласом можно покрыть все многообразие доступное. И оказывается, что, вообще говоря, структура черных дыр, она максимально продолжена, несколько более сложная. То есть, соответственно, покрыть в разы следующий слайд. Значит, здесь для того, чтобы пояснить эту структуру, мы переходим к диаграммам Кенроуза. Диаграмма Кенроуза – это такая достаточно мощная штука, которая позволяет нам представлять, помимо естественной топологии, еще и топологию влияния, то есть топологию Александра, причинную топологию, на одной такой простой картинке. Значит, ну, проще всего они выглядят, естественно, в случае радиальной симметрии, потому что тогда можно, в принципе, использовать только фактически две координаты – время и радиус. Даже когда у нас нет радиальной симметрии, например, когда у нас вращающаяся черная дыра, все равно можно использовать, например, какую-то радиально подобную координату для того, чтобы все равно рисовать какие-то картинки в двухмерном представлении, чтобы было проще это представлять, чем в трехмерном этаже более. Значит, ну, смотрите. Пенроуз, значит, придумал следующий трюк. Значит, мы же можем, вместо того, чтобы пользоваться естественными координатами, мы же можем теперь сами сделать такую же ситуацию. Мы можем взять координаты, например, звуча светового, который уходит на бесконечность, и вот эту его длину бесконечную свернуть в конечную, то есть чтобы его, вот здесь вот масштаб был, например, естественный на единице, а затем начал постепенно уменьшаться. То есть каждая единица на вот таком вот луче, она соответствует в реальности все большему и большему значению, и в результате мы можем всю бесконечность покомпатифицировать на конечных усопах места бумаги. Мы получаем, например, когда мы рассматриваем обычное пространство пустое, то есть пространство времени Милковского, мы получаем следующую картинку. Вот у нас центр нашего пространства. Вот у нас, значит, расходятся из него световые лучи в различные стороны. Вот они сходились, вот они расходятся. Значит, по определению просто, то есть для удобства, цветовые лучи и, соответственно, возможности влияния сохраняются на такой картинке такими, какими они были до того. То есть они всегда идут к углу 45 градусов. Ну, если у нас время изменяется в единицах CT, скорость времени на T, ну, а R длины измеряются, соответственно, в обычных физических единицах. Да, если что-то сильно непонятно, вы переспрашиваете прямо в процессе, по той, что иначе совсем забыли. Значит, у нас получается вот такая ситуация, то есть у нас в любой точке могут расходиться без перелуча. Соответственно, здесь мы компактифицируем все возможные лучи. Получается, что у нас есть вот такая вот световая бесконечность нулевая. Значит, вот все лучи, которые здесь возможно отправить, значит, они втыкаются в нее в результате. Здесь у нас с другой стороны есть точно такая же картинка, еще одна такая же бесконечность. И здесь, значит, бесконечности прошлого, а здесь вот это вот прошлое, вот это вот будущее. То есть мы получаем вот такую ситуацию. Вот это вот, значит, мировая линия наблюдателя, который просто спокойно сидит в начале, когда он постоянно ничего никуда не делает. А здесь, значит, у нас две бесконечности прошлого, световые. Здесь у нас абсолютная временная бесконечность в прошлом. Здесь у нас абсолютные бесконечности пространственные, туда-сюда. И здесь абсолютная временная бесконечности будущего. А вот это так называемые временные, это не временные, это светоподобные, или световые бесконечности соответствующие. Значит, вот это вот наше обычное пространство в времени. Как оно выглядит в такой ситуации? Значит, это у нас световые лучи. Соответственно, значит, если у нас световые лучи, правильно, не радиально, или у нас есть некоторый объект, который движется скоростью света меньше, чем скорость света, то они изображаются на таких диаграммах какими-либо линями, которые никогда не заходят по пределу за 45 градусов. Иван Александрович, вопрос. А по какой формуле вообще компатифицируется эта вот линия? По-разному можно формулы компатифицировать. Значит, Пенроуз, например, использовал логарифмические координаты исходно. Но, в принципе, годится любая формула, которая просто способна бесконечность сдвинуть на конечную величину. Для некоторых пространство времен оказывается более удобными одни формы, для других – другие. Ну, там и интересная ситуация здесь оказывается в том, что это преобразование является конформным. То есть, оно сохраняет углы в каждой точке, в эту линейку, но изменяет масштаб. Это конформное преобразование? Да, это конформное преобразование, которое используют для этой ситуации. Соответственно, у нас есть мировые линии, которые никогда не могут идти больше, чем под 45 градусов. Это существенная ситуация. Потому что, смотрите, в такой ситуации получается, что у нас очень легко определяются области влияния. То есть, если мы интересуемся областью влияния этой точки, то мы просто прорисовываем линии под 45 градусов сюда и сюда, и все, что у нас оказалось внутри, до пределов нашего пространства времени, является областью влияния этой точки. И наоборот, на эту точку могло бы влиять только то, что находилось вот здесь. Да, прошу прощения, Пен Пен Роуз сам приводит очень хорошую картинку. Он приводит картинку Эшера. И вот если бы ее показали, то народу было бы понятнее, о чем речь. Возможно, да. Это вот наше простейшее пространство-время. А вот теперь давайте посмотрим на пространство-время черной дыры. Следующая картинка. Вот это вот пространство-время черной дыры Шваршильда. Оказывается, что оно достаточно сложно уже устроено по сравнению с таким простейшим вариантом. Значит, во-первых, оказывается, что в нем существует наша Вселенная над горизонтом. Вот она. У нее есть, соответственно, бесконечность прошлого, бесконечность будущего, светоподобное. Есть абсолютная бесконечность прошлого и будущего, не светоподобное по времени. Существует горизонт черной дыры и существует, если мы его аналитически дальше продолжим, называемый антигоризонт. Чем они отличаются? Ну, про черную дыру, значит, тут про горизонт все понятно. Если мы попадаем внутрь горизонта каким-то образом, как бы мы не хотели, как бы мы дальше не двигались под углами, в меньшую очередь 45 градусов вертикали, обратно мы сюда, в нашу Вселенную, не попадем. И оказывается, что здесь есть сингулярность. Вот она, сингулярность, и мы в любом случае втыкаемся в нее. То есть, куда бы мы ни летели, куда бы мы ни шли, и в этом случае втыкаемся в сингулярность. Но, значит, существует еще антигоризонт, который отличается совершенно противоположными свойствами. Получается, что если мы начали свою жизнь ввод антигоризонта и прошли вот сюда, то мы теперь никак не можем попасть обратно. Это так называемая белая дыра. То есть, максимально продолженное пространство во время Швачи это включает в себя не только черную дыру, но и белую дыру, из которой можно выбраться, но из которой нельзя попасть обратно никогда. Оказывается, что белая дыра тоже начинается в сингулярности. А если мы продолжим то, что происходит здесь, то у нас появляется еще дополнительная область, которая фактически полностью аналогична по свойствам нашей Вселенной. У нее точно такая же метрика, все те же самые ситуации. И в ней тоже есть эта самая белая дыра, есть эта самая черная дыра. При этом она полностью отделена от нас. Соответственно, никто из этой Вселенной никогда не может попасть в нашу. Единственное, что кто-то из белой дыры мог выбрать, попадет он в нашу Вселенную или вот эту параллельную. И наоборот, если мы внезапно попали внутрь нашей черной дыры, то к нам могут прислать весточку из параллельной Вселенной. Но, правда, он при этом тоже попадет в сингулярности, тоже значит будет разрушен в результате. Вот получается вот такая вот интересная штука. Опять-таки, это было тоже обнаружено не сразу. В самом первом случае, когда это было обнаружено, оно было обнаружено достаточно анагнитическим способом, который был мост Эйнштейна-Розена в начале 30-х годов. Эйнштейн вместе с Розеном придумали такую интересную коэкзартную систему, которая покрывает две области в этом пространстве времени на самом деле. Значит, она покрывает полностью вот эту вот область нашей внешней Вселенной, и она полностью покрывает вот эту вот область. То есть, если мы представляем себе эволюцию этой системы по времени, то это получается что-то типа такого. Значит, она начинается вот отсюда, потом, значит, она вот как-то вот так вот распространяется, потом она вот как-то вот так, потом вот так, потом вот так, ну и в конце этого сходится вот так под горизонт. На этом основании Эйнштейн и Розен радостно написали, что черный дыр не существует. На самом деле существуют только соединенные в одной точке, значит, две параллельные Вселенные. И эту точку мы называем совершенно неправильно, называем, значит, горизонтной черной дыры, горизонтных событий. Ну, тогда еще не было понятия горизонта, тогда они говорили, значит, что на самом деле на поверхности этой самой застывшей звезды ничего такого особенного нет, а значит, просто происходит переход в соседнюю Вселенную. То есть, они тоже рисовали такую красивую картинку, или это уже чуть позже, по-моему, не помню, может быть, Виллер просто рисовал, значит, когда у нас просто соединяются, значит, вот здесь вот две горловины. Проблема была в том, что на самом деле у них вот эта координатная система прибита вот этой точке. То есть здесь у них просто не идет время этой точки. Поэтому они действительно не покрывают все пространство время, соответственно, они не видели ни горизонтов, ни антигоризонтов, ничего не видели. И вопрос состоял только в том, ну, какое-то время, значит, там дискутировать, а можно ли перейти через эту точку, раз она такая есть. Так вот, оказывается, что на самом деле нельзя. То есть она, конечно, хотя бы вроде как и присутствует в решении, но, соответственно, перейти через нее нельзя, причем, понятно, почему нельзя, на самом деле. Потому что эта точка, фактически, для того, чтобы через нее перейти, необходимо двигаться со скоростью больше, чем скорость света. Видите? Чтобы перейти из этой области сюда и наоборот, через нее. Иначе мы в любом случае попадаем внутрь под горизонт, если скорость меньше, либо на горизонт чисто, там и остаемся. Других вариантов просто нет. Значит, это был Шварджит. Соответственно, в какой-то степени идея параллельных миров в общей теории относительности идет вот примерно более-менее как раз с этой работой. Сейнштейна-Розетта. Когда они показали, что, ну, точнее, что они предположили, что, значит, черная дыра является мостом между двумя измерениями, мостом между двумя герами. Более интересные вещи пошли после того, как в 63-м году, значит, Ройкер сумел найти точное решение для вращающейся черной дыры. Вот это здесь. Там оказалась ситуация еще намного более интересная. Значит, если здесь у нас имелось в этом максимально полном аналитическом продолжении имелось только две Вселенные, в пространстве времени Кера оказывается, что этих Вселенных бесконечное количество, причем они соединены вот такой вот цепочечкой, одна друг за другом. Тут давайте теперь я начну нарисовать, начиная с нашей Вселенной и дальше к структуре. Значит, внутренняя структура Керовской черной дыры, она более сложная. Значит, в Шваршильдером случае у нас есть только одна точечная эсмагулярность в центре, которая является временеподобной. То есть она просто вот на той диаграмме, значит, она как раз в пространство подобное. Она вот так вот шла в пространство подобное, видите? Значит, здесь у нас, если мы, так сказать, смотрим из чисто трехмерного нашего пространства, сингулярность оказывается не точка, а сингулярность оказывается кольцом, колечком. Раз это не точка, а колечко, то, в принципе, через него можно попытаться пройти через его дыру. Значит, с помощью достаточно зубодробительных математических вычислений можно показать, что если мы проходим через это колечко, то мы выходим в естественное аналитическое продолжение, которое представляет собой практически то же самое, что наша Вселенная, за одним единственным исключением. в ней масса этой самой черной дыры является отрицательной. То есть она не притягивает, а отталкивает от себя тела. Достаточно интересная, но это еще не конец истории. Дело в том, что эта сингулярность центральная окружена двумя горизонтами событий, в таких случаях гораздо черной дыры. Значит, в ней есть внешний горизонт событий, который такой обычный, стандартный, и в ней есть внутренний горизонт событий, который более интересный и представляет собой горизонт Каши. Значит, что же такое горизонт Каши? Горизонт Каши – это область, за которую не может распространяться строгое причинное воздействие. То есть, смотрите, какая здесь ситуация. Значит, вот я сейчас воспроизведу часть вот этой картинки, и тогда мы видим, что такое горизонт Каши. Вселенная, опять же та же самая известная нам прекрасная картинка. В ней существует вот этот самый горизонт, внешний, от Керовской вращающейся черной дыры. Внутри есть область. Значит, где здесь болтается наша сингулярность? Она болтается примерно где-то вот здесь. Здесь ее нельзя построить точно и нарисовать, потому что она не представляет собой точку. А, как мы помним, в данной ситуации у нас отброшены все карта, например, диалии. И вот это вот кольцо является какой-то степень размазанным теперь. И оно не представляет собой сплошной непреодолимой преграды, как это было в случае сингулярности у Шварчинга. Потому что там реальная сингулярность физическая, там инварианты кривизные обращаются в бесконечность, приливные силы становятся бесконечными, и продолжить за него пространство время мы никаким образом не можем. Здесь мы не можем его продолжить, вот когда мы впираемся в кольцо, втыкаемся, но когда мы проходим через кольцо, вот мы попадаем вот в эту самую антивселенную, в которой, значит, отрицательная у нас масса у этой самой нашей черной дыры оказывается. Но, помимо этого, у нас есть вот этот вот кусочек, который является внутренним горизонтом. Значит, почему он является горизонтом Каши? Потому что, если мы его пересечем сюда, получается, что, если даже мы полностью зададим состояние нашей Вселенной вот здесь, и состояние всего вот здесь, антивселенной, внутренности горизонта и так далее, при его пересечении, оказывается, это недостаточно для того, чтобы знать состояние здесь. Почему? Потому что здесь, оказывается, с помощью аналитического продолжения можно добавить еще один подобный кусочек. И на вот эту точку будет влиять не только то, что происходило здесь, но и то, что происходило здесь. Это горизонт предсказуемости. Таким образом получается. Это внутренний горизонт нашей черной дыры. И, соответственно, здесь у нас получается, что мы опять-таки соединяемся с некоторыми параллельными Вселенными. У нас получается, что здесь существует еще одна такая же Вселенная, в которой есть еще одна, как я называю, сингулярность. И вот эти вот штуки мы можем строить до бесконечности. Куда-сюда. Это вот было понято где-то Картером в году 1967-1966. Он впервые сумел построить вот это вот всю полностью аналитически продолженное решение найти возможности. Таким образом получается, что если там у нас были только две Вселенные, в пространстве Ленин Шварченко соединенные горловиной, но через которую невозможно было пройти с одной Вселенной в другую, здесь у нас получается намного более красивая ситуация. Здесь у нас есть бесконечное количество соединенных вот такой вот стопкой друг с другом Вселенных, через которые мы можем реально попробовать пройти, если мы провалимся в черную дыру, и потом будем проходить через внутренний ее горизонт наружу туда. Правда, здесь есть некоторая сложность. Сложность здесь следующая. Дело в том, что если мы будем пересекать, пытаться пересечь вот этот самый внутренний горизонт, вот здесь вот, посмотрите, что с нами произойдет. Вот это вот была, например, наша Вселенная. И вот мы из нее пускаем какие-то световые лучи или еще что-то в черную дыру. В результате получается, что прежде чем пересечь вот этот самый внутренний горизонт событий, наш бедный наблюдатель вынужден будет увидеть всю историю Вселенной, вплоть до ее печальной кончины, по времени, которая находится вот здесь вот. Вот он, у него горизонт. И, соответственно, здесь будет, ну, скажем так, бесконечно малое количество энергии посылать нельзя, поэтому будет, конечно, какое-то конечное количество, вероятно. Значит, и вот это вот состояние, которое, значит, что вся история Вселенной, весь свет, попавший в черную дыру, будет свален на нашего бедного несчастного наблюдателя, и этим горизонтом называют красивым словом Firewall – огненная стена. Значит, это, по-моему, если я не ошибаюсь, как раз-таки первым понял Пенроуз, и, собственно, он придумал этот термин. То есть, как бы, вроде, у нас немножко полегче стало. То есть, ничто все равно не может перейти в нашу следующую Вселенную, перед чем оно будет полностью разрушено вот этим самым воздействием внешнего, бесконечного времени существования внешней Вселенной, скажем так. Но, естественно, для элементарных частиц это не так страшно, поэтому появляются интересные возможности. Еще более интересная возможность – это то, что если мы возьмем, долетим до нашей сингулярности кольцевой, туда перелетимся немножко, покрутимся в этом районе и потом вернемся обратно, то мы можем прийти в ту же самую точку пространства-времени. То есть, мы все время двигались вперед по времени собственному, но мы перешли в ту же самую точку для исходного пространства. То есть, у нас получается, что наш вот этот антиверс обратной Вселенной у нас еще и время течет в обратную сторону. То есть, таким образом появляется возможность создания машины времени, вот той самой приславной. Это, так называемые, замкнутые временеподобные кривые. На языке общей теории относительности в большом времени машина времени представляет собой способность иметь замкнутые временеподобные кривые. Значит, здесь достаточно все хорошо, по крайней мере вот в этой ситуации, потому что, пускай у нас даже есть машины времени, но так как они располагаются под горизонтом, вот здесь вот за горизонтом внутри, соответственно, они не могут никак влиять обратно на нашу Вселенную. То есть, да, внутри мы можем каким-то образом развлекаться, летать по времени туда и сюда, но это ничем, ничем образом, никаким образом не влияет на нашу внешнюю Вселенную. То есть, с этой точки зрения мы спаслись от нарушения причинности снаружи, и, в общем, все вроде более-менее хорошо. Следующий слайд, пожалуйста. Но, естественно, возникает вопрос, насколько же все это близко к тому, что действительно может получаться при коллапсе. Здесь начинаются печальные новости. Скорее всего, ее невозможно получить, вот такую внутреннюю структуру черной дыры, по крайней мере, керовской, невозможно получить при коллапсе, потому что, хотя можно доказать, что внешний кусок геометрии Кера является устойчивым относительно малых возмущений, для внутренней части такое доказательство не получается. Наоборот, получается, что бесконечно малые возмущения в процессе коллапса под горизонтом начинают расти, и к какой структуре конкретно они приводят, это до сих пор является предметом жарких дебатов. Потому что даже численная теория относительности в данной ситуации не особенно способна чем-то помочь нам. Соответственно, мы имеем ситуацию, когда у нас вроде как можно было бы какие-то вселенные соединять, и могли бы существовать между ними вот эти самые картовые норы, то есть переходы из одной вселенной в другую. Кстати, картовые норы как раз называются эти самые геллоины. То, что я рисовал тогда. Значит, которая… Вот если мы будем говорить про радиальную координату, то она получается, например, падает вначале, потом доходит до такого-то меню, а потом пират начинает расти. То есть у нас соединяются два куска вселенной, вот такой вот картовый норы, как говорится. Значит… Ну и вообще говоря, мы можем рассматривать даже динамические пространства времена, и есть такая теорема, называемая теорема топологической фензуры, которая говорит, что на самом деле до тех пор, покуда у нас выполняются достаточно естественные предположения о том, какая может быть вообще говоря материя в нашем пространстве времени, любой топологически нетривиальный с точки зрения причинной топологии кусок оказывается либо закрыт горизонтом, либо не проходим. Как бы вроде бы вопрос закрыт получается, что мы, конечно, можем строить даже какие-то динамические, возможно, ситуации, в которых картовые норы возникают, но все равно пройти через них мы не можем. Вот здесь вот нарисован тот самый процесс, то есть как процесс такой мог бы происходить. И он, в принципе, вот это вот процесс сечения вот этой вот самой шварц-шильдовой черной пиры последовательными временными сечениями. Сейчас покажу. Значит, там получается, что у нас была вот эта вот здесь… Ну, первая сингулярность, вторая сингулярность, и, значит, наши вот эти две параллельные Вселенные. Значит, начинается ситуация с того, что у нас существует вот такая ситуация. Вот видите, у нас есть две Вселенные, значит, и здесь две сингулярности. Значит, которая, на самом деле, это одна сингулярность. Значит, потом мы можем, значит, как-то оторваться от этой сингулярности, и мы получим вот эту самую кротовую нору в переход. Вот он, червоточина. Еще иногда их называют. Ну, мне червоточины очень нравятся. Это, конечно, буквально перевод английского – warm hole, но, по-моему, кротовые норы, которые придумал Мицкевич, название на русском для этого, по-моему, более красиво звучат. А затем происходит точно такой же разрыв обратный. Причем, за время существования этого перехода пересечь его никто не может. Ну, по крайней мере, для Шваршинта. Ну, об атомологической цензуре вообще, на самом деле, никто. Чисто по времени такая ситуация получается. Печаль. Ну, давайте посмотрим, какие есть варианты. Следующий слайд. Значит, ну, кротовая нора – это, как здесь нарисовано, и как я рассказал, значит, две, два куска больших Вселенной, которые, значит, середины между собой каким-то таким более узким куском. Здесь, на самом деле, тоже есть тонкости, потому что, вообще говоря, это определение не является 100% общепринятым, и вообще нормальное определение здесь придумать очень сложное, по большому счету невозможно. Так, чтобы в него не включались какие-то совершенно естественные ситуации, когда может просто искривление пространства не то, чтобы соединяться в две области пространства, но по одному пути может оказываться, что мы можем пройти в другую область пространства быстрее, чем по другому пути. Вот для того, чтобы исключить эти возможности, приходится очень сильно изощряться в определениях, но, опять-таки, полностью удовлетворительного решения эта проблема не имеет, но мы будем ограничиваться таким полуинтуитивным пониманием о том, что через коротовую нору мы можем сильно короче, чем в естественном варианте, соединить две области пространства или мы можем соединить две области пространства, которые вообще недостижимы в нормальной ситуации, друг относительно друга. То есть, например, параллельные вселенные. Вопрос именно состоит в том, что может быть такая структура стабильной. Здесь я немножко сделаю исторический экскурс. Значит, тут вот этим вопросом, на самом деле, очень долго никто не занимался. Значит, а занялся им Кип Торн, тот самый, который получил Добелевскую премию недавно, вы знаете, за открытие реакционных ум. Причем занялся он им по инициативе Карлоса Ганна. Карлоса Ганна, вы, наверное, тоже должны знать, он достаточно крупный рационалист, писатель, философ в меньшей степени, значит. Но, тем не менее, значит, а занялся он с подачи следующей. Дело в том, что Карлоса Ганн, помимо того, что он являлся популяризатором науки, значит, он еще писал романы фантастические. При этом он старался быть максимально точным по отношению к физике в своих романах. И, соответственно, для романа «Контакт», который вы, может быть, читали сами, либо смотрели фильм, как по нему был снят фильм, причем достаточно близко к тексту, ему необходимо было послать героиню на, так сказать, в удаленную звезде ненадолго и вернуть обратно, достаточно быстро. И он, соответственно, для этого решил воспользоваться черной дырой, как это обычно было для фантастики той пакеты. То есть вот у нас Кер есть, там достаточно большое количество переходов между различными вселенными, мы можем им воспользоваться. Значит, но, увы, Торн ему сразу же сказал, что это невозможно, как мы уже говорили раньше, даже если она пойдет в другую вселенную, вернуться обратно она не сможет. Тогда, значит, Саган спросил его, а есть ли такие варианты, которые, в принципе, возможны без черной дыры, чем бы мы могли вот таким вот образом нашему героиню отправить? Ну, мою героиню. Значит, Торн долго напряженно надумал и вспомнил про эти самые кротовые норы. То есть он, на самом деле, вспомнил про мост Эйнштейна-Розена и, значит, вспомнил про то, что существует вот эта самая теорема в топологической цензуре, которая запрещает его переход. Значит, ну, так как его очень просили, он начал размышлять на тело, а что бы можно было сделать над этой самой теоремой, чтобы она не выполнялась? И придумал. Следующий слайд, пожалуйста. Дело в том, что критической, критически важной конфигурацией в кортовой норе является вот этот вот кусочек. Там, где у нас радиус, значит, противоподобная кардиата, прекращает падать и начинает расти обратно. Для того, что именно он максимально неустойчив с точки зрения общей теории относительности. Его нужно было как-то застабилизировать. Значит, для того, чтобы его застабилизировать, необходимо было, соответственно, нарушить какое-то из положений теоремы о топологической цензуре. И самое простое для этого оказалось просто добавить немножко экзотической материи. Что такое экзотическая материя? Экзотическая материя – это материя, которая нарушает слабые энергетические условия. Если я к идее могу записать строго, значит, строго это будет следующее. что, если у нас есть тензор энергии инкульса, есть какие-то светоподобные векторы, которые исходят с нашей точки К, то для любых таких векторов должно выполняться следующее. Ну, оно в какой-то степени говорит о том, что у нас плотность энергии этой самой материи, она положительна или, по крайней мере, не отрицательна. Тоже ноль в принципе может быть, но отрицательна быть не может. Но самое интересное то, что вообще говоря, это неравенство несправедливо для известных, нормальных, абсолютно стандартных физических систем. Самые три известных способа его нарушить – это, во-первых, в квантовой физике. В квантовой физике локально тензор энергии импульса описывается уже не таким-то стандартным классическим выражением, а является средним от квантового тензора энергии импульса. Ну, согласно теории измерения в квантовой механике. Так вот, оказывается, что эта величина не всегда удовлетворяет слабому энергетическому условию. Причем невозможно, это для обычных стандартных полей, то есть даже просто, если мы возьмем просто стандартное свободное поле, существуют конфигурации, у которых эта величина начинает становиться отрицательной. Да, на короткое время. Да, в ограниченной пространственной области. Но становится. И это невозможно, так сказать, убить. То есть над этим, вот как это обнаружили, это вот Кип Торн написал первую свою статью с аспирантом по этому поводу в 85-м году. Значит, с тех пор на эту тему есть вал, гигантский вал работ, но это невозможно. То есть, в принципе, финальный вердикт в том, что избавиться от этой возможности нельзя. То есть не существует никаких способов так переформулировать нормальную квантовую теорию поля, чтобы не возникало таких отрицательных частей, хотя бы на очень малых промежутках времени в очень малых объемах. есть второй способ получить такое нарушение этого отсловия – это эффект Казимира. Эффект Казимира – это, вообще говоря, опять-таки, известнейший факт, например, который удерживает пыль на столе, по большому счету. То есть, когда мы имеем некоторую, например, поверхность и, например, мелкую пыль над ней или что-нибудь другое, из-за того, что у них различные диэлектрические проницаемости, Эпсилон-2, Эпсилон-2, оказывается, что они изменяют структуру мод электромагнитного поля вокруг них. То есть, в принципе, ситуация сводится к тому, что вот в этом вот зазоре между поверхностями количество доступных для электромагнитного поля мод, волн, уменьшается. Это приводит к тому, что, если мы вспомним, что у каждой моды, вообще говоря, поля, существует ее нулевая энергия, как ее называют, аж мюм пополам, плотность энергии вакуума вот в этой области становится меньше, чем плотность энергии вакуума где-то в уголенной области. Этот эффект можно посчитать, можно сделать. И получается, что он действительно описывает притяжение между малыми телами друг к другу. Ну, на самом деле, даже не только малыми. Даже если очень близко поднести друг к другу две плоскости, то там этот эффект рассчитывается еще проще, потому что получается, что у нас биометрия более простая. И вот по экспериментам, по притяжению между двумя плоскостями, которые, на самом деле, очень сильно затрудняют, к сожалению, измерения ингредиционные постоянные, в результате чего она является самой плохо измеренной фундаментальной константой на данный момент, оказывается, что вот эта вот величина этой связи, она полностью соответствует теоретическим предсказаниям. И вот этот эффект Казимира, он очень надежно подтвержден экспериментально. Казимир его придумал, ну, точнее, не придумал, а, значит, расписал впервые в 1948 году. Таким образом получается, что мы можем создавать, во-первых, локально в малых областях нарушение этой самой плотности энергии. Мы можем за счет эффекта Казимира уменьшать вот в этой вот области, внутри, допустим, между двумя пластинами, плотность энергии вакуума и, соответственно, тоже фактически нарушать слабоэнергетические условия, потому что мы знаем, что просто в вакууме у нас там плотность энергии просто на нулю. А здесь, получается, она ниже, соответственно, становится отрицательной. Из-за этого, кстати, возникает интересный эффект Шанхорста, который говорит о том, что, вообще говоря, вот в этой вот области скорость света чуть-чуть увеличивается по сравнению с стандартной. Она увеличивается, правда, очень-очень мало и нет, по большому счету, пока надежды, то есть мы не видим пока путей проверить эффект на практике, но теоретически он, в принципе, возникает. Она становится выше скорости света? Она становится выше скорости света вот здесь вот далеко просто. То есть вот здесь у нас… А здесь скорость света в вакууме? Ну, фактически, да, в свободном вакууме. Здесь скорость света… Один из двух фундаментальных принципов относительных? Нет. Дело в том, что это же общая теория относительности, а в ней он выполняется автоматически. То есть, на самом деле, получается просто, что фундаментальная скорость там чуть-чуть выше, чем скорость, которая там находится. На еще этот момент. То есть ты сразу за интерпретацией эффекта Велевира, в том числе при помощи сил Бандер Вальца, да? Да, абсолютно. Они будут соответствовать друг другу. Это понятно, да. Но все-таки с точки зрения физической это совершенно разное… Нет. Ну, то есть, это просто два разных подхода к одному и тому же. Потому что силы Ван дер Вальца тоже электромагнитного… Они не знают такие выставления вакуальных частицах, вакуальных… Нет, они же тоже фактически… Ну, силы Ван дер Вальца, на самом деле, как бы нерелитивистское описание, ну, обычно нерелитивистское описание, фактически вот этих вот эффектов, возникающих, кстати, с техническими… Получается абсолютно… Да. Получается абсолютно… Да. Это просто два родных взгляда на одну и ту же проблему, оказывается. Вот. Значит, вот этот эффект, вот этот взгляд, он имеет интересный… с другой стороны интересный аспект в том, что, например, мы же можем ограничить наше пространство не только какими-то материальными объектами, а мы можем, например, если в разиновом пространство, которое просто свернуто в сторону, по вот этой вот координате. То есть у нас получится, что вот эта точка совпадает с этой точкой, и тогда у нас будет точно такой же эффект. У нас, получается, опять-таки отсутствуют некоторые модулы в некотором магнитном поле, которые могли бы там присутствовать. И в результате получается, что вот такая вот структура топологическая, она будет стремиться сжиматься, если есть некоторая возможность у нее взаимодействовать с более свободным пространством. Это, собственно говоря, вот еще один, так сказать, еще один источник нестабильности в какой-то степени для этих самых коротких норм. Ну и, наконец, самое последнее, самое элементарное, которое даже не требует квантовой физики. Это просто конформный вариантный безмассовый скалярный пол. Значит, тут есть, можно сказать, конечно, сразу же возражение, что таких полей у нас в природе нет. Но тут есть тонкость. Дело в том, что скалярное поле-то мы уже нашли. Это базун Хиггса. Единственное, что он неконформный вариант. То есть он тоже безмассовый, но он неконформный вариант. Но, с другой стороны, мы не видим пока, опять-таки, никаких физических причин предполагает, что конформный вариант безмассовый скалярный полей, например, не может существовать в природе вообще как классно. Потому что, если мы возьмем безмассовое поле, которое является тоже конформным вариантным, но не скалярным, а векторным, это поле фотонов, то есть это электромагнитное поле. И существует еще одно безмассовое поле, которое, правда, неконформный вариантное, это гравитация. Ну, если у нас есть поле спина 2 и поле спина 1, то почему бы не быть поле спина 0? Как бы фундаментальный причин для этого отсутствия вообще-то не видно. Единственное, что мы его просто пока не знаем. Из-за этого получается следующее, что, в принципе, мало того, что, вообще говоря, можно удержать кротовую даму от схлопывания, для того, чтобы ее удержать, необходима всего лишь экзотическая материя, которую мы, в принципе, в настоящий момент уже знаем. То есть она существует. Не то, чтобы это были какие-то абсолютно голые спекуляции на пустом месте, а действительно есть. Следующий сайт, пожалуйста. Проблемой, правда, оказывается количество этой самой экзотической материи. Дело в том, что, как самый реалистичный вариант, на настоящее время рассматриваются именно квантовые поля. То есть у ситуации квантовых полей. Почему? Во-первых, как я уже сказал, скалярного конфондентного вариантного поля мы без вас его пока не знаем. Во-вторых, можно показать, хотя это не стопроцентно, но достаточно убедительно получается, что если мы будем пытаться пользоваться эффектором Казимира, для того, чтобы создать отрицательную плотность энергии, мы не сможем этого сделать в, так сказать, в массе, в объеме. Получается, что, как бы, когда мы используем установку для создания этого отрицательного, отрицательной этой величины, получается, что здесь-то она, да, отрицательная, но сюда мы нагоняем столько энергии импульса, что суммарная величина оказывается все равно положительной. И вроде бы это будет мешать нам построить соответствующую ситуацию. Соответственно, остается вариант использовать квантовые поля. Но у квантовых полей возникает проблема. Дело в том, что типичная плотность энергии, которая возникает в такой ситуации, это плантная скоплотность энергии. Соответственно, для того, чтобы удержать от схлопывания с помощью вот этой самой квантовой материи портал между двумя частями Вселенной длиной всего лишь в один метр и радиусом в один метр, мы получаем, что в него нужно вбухать количество энергии большее, чем количество энергии, содержащейся во всей видимости Вселенной. Это плохо, конечно. Не то, чтобы это было нельзя обойти. Во-первых, можно... Зачем нам нужен длинный портал? Мы можем сделать короткий портал. У нас будет очень тонкий портал между двумя кусками нашего мира. Как в игре, собственно говоря, компьютерный портал. Если мы возьмем всего лишь Планковскую толщину, при той же ширине нашего портала радиусом в один метр, мы получаем, что туда нужно вбухать всего лишь массу Юпитера в перерасчетную энергию. А это, в принципе, уже в какой-то степени предстоимая величина. И второй вариант, который был предложен чуть позже, по-моему, в начале 90-х годов. Мы можем пользоваться для транспортировки через очень маленькие порталы, вообще говоря, карманами пространства-времени. То есть, что такое карман пространства-времени? У нас раньше соединялись две большие области. А здесь мы будем соединять маленькую область, карман, опять-таки, очень маленькой узенькой горловиной с нашим общим пространством-времени. То есть, прячем предмет в карман, перебрасываем его через очень маленький портал, потом вытаскиваем его из кармана обратно. В принципе, почему нет? Самое интересное, оказывается, что, ну, формально-математически, оказывается, что можно построить и удержать по кротовую нару, значит, обслопывание при любым ненулевым количеством экзотической материи. То есть, в принципе, как только у нас будет хоть какая-то возможность ее застабилизировать, можно, в принципе, пробовать что-то делать. Но это, конечно, тоже такой очень сложный вопрос. Следующий. Давайте, пожалуйста, слайд. Значит, я тогда, значит, немножко расскажу... А, нет, там сложности будут еще дальше немножко, как конкретно будет. Тогда, значит, давайте, значит, я расскажу еще, для чего же ее можно использовать, как только в нару, как только мы ее создадим, если вообще создать. Ну, первое – это ее первое предназначение. Мы можем перемещаться между удаленной властей и пространство-времени очень быстро, быстрее, чем через обычное пространство-времени. Второе – это то, что, если мы создаем проходимую кортовую нору, то в процессе ее создания обязательно возникают замкнутые временные кремли. То есть, как только мы создаем нашу кортовую нору, мы сразу же автоматически получаем нашу нору. машину-времени. Это было впервые продемонстрировано Гераком в 67-м году, а потом Хокинг в 92-м году расширил это представление на квантовый случай, на использование квантовых полей для создания этих самых кортовых каналов. Таким образом, мы неизбежно будем иметь машину-времени. Ну и, наконец, в конце концов, мы будем иметь вечный двигатель. Вечный двигатель получается, опять-таки, вот здесь эта картинка взята из игры в портал, получается простейшим способом, когда мы размещаем вход-выход кортовой норы, например, на разных высотах в реакционном поле. Соответственно, предмет, который через нее таким вот образом летает, возникая здесь и пропадая здесь, каждый раз будет наращивать свою скорость. И мы можем отнимать от него часть энергии и таким образом получать бесконечное количество энергии. Ну, это простейшим двигатель. Значит, на самом деле все это странно смотрится, но на самом деле это правда. В каком смысле? Дело в том, что в АТО нет законосохранения энергии. Поэтому, в принципе, действительно можно черпать энергию в буквальном смысле из вакуума, и ее можно черпать до бесконечности. И самым простейшим способом, который, на самом деле, физически, даже без кортовых норм, физически, в принципе, возможен, но на практике абсолютно не реализуем, это воспользоваться тем, что у нас существует лямбда-счет, то есть у нас существует ускорение космологического расширения. То есть, если бы нам удалось построить твердое тело, длиной, например, в миллион парсек, и присобачить к каждому из его концов, то есть линейку, значит, по грузу, то за счет того, что у нас происходит ускорение и расширение Вселенной, эти грузы будут сталкиваться в сторону. И, в принципе, эту энергию расталкивания можно извлекать. То есть, вообще говоря, в АТО можно строить вечный двигатель, и можно использовать энергию таким образом. Единственная проблема – это построить линейку длиной в миллион парсек. Мы пока не едим способом это сделать. Энергия, содержащаяся в обычном вакууме вокруг нас, она, на самом деле, не такая уж маленькая. Дело в том, что кубический метр вакуума по лямбда-счетам содержит примерно энергию, соответствующую одному протону. более-менее. Это не то, чтобы реально мало, это достаточно много, но, опять-таки, мы не видим пока способов компактно ее извлекать. То есть, с помощью компактной установки, компактного действия. Хотя это, в общем-то, возможно. Хорошо, следующий слайд, пожалуйста. Ну, раз уж мы можем использовать наши готовые норы для машин времени, то почему бы и не перейти к машинам времени? Как конкретно можно превратить кротовую нору в машину времени? Значит, тут интересная ситуация. Значит, смотрите, у нас есть... Вот наша картинка кротовой норы была, значит, что у нас есть... Ну, вот ее горловина. Вот мы ее, значит, обозначим такой мембраной, самая узкая часть. Соответственно, если мы поместим предмет здесь, поместим предмет здесь, но раз между ними нет ничего особенного, ничего страшного, это можно показать и математически, соответственно, время, то есть скорость входа часов, у них будет одинаковая. В этой точке, в этой точке. Не идти в правду, все хорошо. Но мы же можем заставить одни из этих часов идти намного быстрее, чем другие. Мы же знаем это из специальной теории значительности. То есть, если вот этот вот кусок, второй кусок горловины, мы будем двигать реликтивистик, например, к удаленной звезде, а потом обратно, то на ней, за счет парадокса грязнецов, пройдет намного меньше времени, чем на вот этих часах, которые оставались на себе. Таким образом мы получаем машину времени. Мы можем переходить в прошлое по отношению к вот этим вот часам. С другой стороны горловины. Ну, это вариант первый. Ну, второй вариант, это можно просто взять предыдущий случай, когда у нас были две горловины на разных высотах в радиационном поле. И, как мы знаем, на разной высоте в радиационном поле время идет с разной скоростью. Но, правда, ждать придется очень долго, потому что эта скорость достаточно маленькая, скорость разности входа часов. 10 в минус 15 примерно на 1 метр при подъеме вверх. Но это все равно видно на современных высокоточных атомных часах. Это видно при размещении их на разных высотах над уровнем моря и даже на разных высотах в одной лаборатории. На метр выше сейчас уже можно с помощью атомных часов померить чисто за счет разности скорости ухода времени в этих точках. Высоту над поверхностью Земли. Соответственно, это, опять-таки, точно такой же эффект. Значит, это было придумано в 88-89-м годах. Значит, вот как раз Торнелл с авторами. Моррис и Юртсевер, это были его вот эти два аспиранта, которые, значит, за это ухватились и начали это развивать вместе с ним. Первая. И Новиков в 1869 году. Была история, значит, когда в 1886 году, значит, когда была первая статья опубликована Торном с Моррисом, если я не ошибаюсь. Значит, эту тему, значит, Новиков ему позвонил, значит, это вспоминание Торна есть. И сказал, что если уж ты смог написать статью о червоточинах, то я смогу написать статью о машинах времени. Значит, ну вот, в 89-м году, значит, он осуществил, так сказать, свою мечту. Это вот тот самый Новиков, который работал с Зельдовичем достаточно долгое время, и является соавтором вот этой вот книги, Зельдович Новиков, строения и эволюции Вселенной. Потом они про Дроссори, если разошлись, но это уже было после того, как Дроссори есть. Значит, соответственно, получается, что да, как только у нас есть червоточины, мы можем его автоматически, стандартным образом превратить в машину времени. Следующий слайд, пожалуйста. Вот теперь возникает вопрос. А можно ли, вообще говоря, еще машину времени построить даже без червоточины? Вообще говоря, да, можно. Во-первых, у нас есть решение Керра, про которое я вам раньше говорил. Там не нужны кротовые норы. Правда, они там все равно возникают, но они возникают в другой части пространства времени. И, во-вторых, есть очень интересные решения, бесконечные, в которых тоже возникают замкнутые эволюционные кривые. Наверное, самым первым, но очень долгое время забытым таким решением была пыль Ван Стокума. Ван Стокум – это такой не сильно известный голландский физик, который в 20-х годах сумел придумать решение, состоящее из вращающейся пыли, которая удерживается собственным вращением от коллапса. До этого она цилиндрически симметричная, то есть она бесконечно протяжена в одном направлении пространства. И вот оказывается, что внутри этого облака, ближе к центру, если оно вращается достаточно быстро, возможно, замкнутые временеподобные кривые. Есть, в принципе, ситуация точно такая же, как с решением Керра. Как только у нас появляется некоторое вращение, когда оно превосходит некий предел, очень большой, очень сильный, у нас возникает ситуация, что у нас могут появляться замкнутые временеподобные кривые в области, где это вращение происходит. То есть в решении Керра оно появляется из-за того, что у нас материя сжимается вплоть до сформирования сингулярности, и поэтому, когда мы болтаемся в районе сингулярности, круги наворачиваем, мы уже, кстати, можем в этой области, в которой вращение экстремально сильно, переходить обратно по времени в отношении к внешней области. В какой-то степени более простым и реально существующим, реально видимым следствием этого является существование эргосферы вокруг вращающихся черных дыр и возможность экстракции энергии их вращения за счет процесса Пенроуза. Когда у нас какая-то частица попадает в эргосферу вращающейся черной дыры, эргосфера является областью над горизонтом событий, которая вращается по отношению к ударенному наблюдателю. Там невозможно не вращаться, потому что иначе скорость твоя превосходит скорость света. Значит, если частица попадает сюда, то существует возможность ее разделения на две частицы, одна из которых улетает, а вторая-то вращается в черную дыру. При этом энергии улетающей частицы может быть больше, чем энергии исходной. Известно, что при этом черная дыра замедляется, и энергия вращения таким образом экстрагируется за счет вот этого процесса Пенроуза на руле. Вот это простой вариант. Если мы попытались фактически сделать то же самое, но глубоко, очень близко к нашей сингулярности, то есть под вот этим вот самым горизонтом событий, для терраски черной дыры мы получаем замкнутые кривые. То есть это как бы просто такой же эффект, но усиленный до следующей степени. Следующее его решение, ну, фактически, как я уже сказал, значит, Ванстокова, в принципе, никто не знал, и до тех пор, покуда Мардер его не переоткрыл, это решение в 1947 или 1948, и потом ему кто-то указал, что, значит, а вот, кажется, Ванстоков мы когда-то тоже открыли раньше. И вот тогда, значит, они признали его, значит, приоритет. Вторым вариантом, который тоже содержит замкнутые временатронные кривые, и который является тоже достаточно интересным и очень часто, опять-таки, рассматривается, как минимум, как игрушечная модель, это Вселенная Гёделя. Значит, Гёдель задался целью, вопросом таким. Вот у нас, когда мы рассматриваем обычную космологию, мы исходим из предположения, что у нас, значит, Вселенная изотропна, и она однородна. И, соответственно, в ней не может быть вращения общего, полного, как целого. А что будет, если у нас будет вращение в такой Вселенной? И он сумел получить решение, собственно говоря, уравнение общей теории относительности, которое фактически описывает поливидную материю Вселенной, которая не коллапсирует из-за того, что она вращается. При этом получается точно такая же ситуация, как с расширением Вселенной. То есть если при расширении Вселенной однородном у нас нет центра, то есть любая частица может считать центром себя, здесь точно такая же ситуация. То есть любая частица этой самой пыли может считать себя центром, вокруг которого вращается вся остальная Вселенная. Но в этой интересной Вселенной возникает следующая проблема. Проблема состоит в том, что как только мы отходим от нашей центральной частицы достаточно большое расстояние, оказывается, что, вообще говоря, скорость нашего вращения начинает превосходить скорость света. Причем скорость света начинает превосходить только относительно исходной нашей частицы. Потому что локально у нас никаких изменений не происходит. Вот эта Вселенная, она, на самом деле, бесконечна во все стороны и однородна. То есть получается, что если мы отойдем от одной частицы достаточно далеко, то наше время, в котором мы продолжаем жить, оно становится текущим в обратную сторону, потому что мы имеем скорость, которая является сверхсветовой, относительно первой частицы. Мы-то можем пожить некоторое время с обратной скоростью, а потом вернуться и действительно увидеть, что мы вернулись в более ранний вариант, в более раннее время. То есть мы, опять-таки, можем иметь завтра вернем подобные гривые. И это опять связано с вращением. Еще более поздним решением такого плана являются цилиндры Титтлера. Они были придуманы Титтлером в 1976 году. Значит, они представляют собой еще более простой вариант. Значит, это мы берем просто твердый цилиндр и начинаем очень быстро вращать. То есть даже ни пыль, ничего. Здесь, наоборот, он хотел преодолеть ограничение пыли Ван Стокума, потому что там получается, что нужно очень большой размер этой самой пыли и очень быстрое вращение. Значит, ну почему? Потому что пыль имеет тенденцию разлетаться в центробежной силе в какой-то степени. Так вот, значит, он сказал, что если мы туда добавим, соответственно, удерживающие части, то есть это будет какой-то твердый цилиндр, описываемый эластичным телом, то, соответственно, мы сможем получить при намного меньшем диаметре и при намного более слабом вращении в той же самой ситуации. Значит, однако существует такая печальная степень теория, доказанный Титтлером в 1976 году и Хокингом в 1992 году, для квантового случая, что если мы хотим получать с машину времени, которая будет компактной, то есть которая не будет продолжаться бесконечно в обе стороны, ну хотя бы в одну сторону, и при этом не будет закрыта горизонтом событий, что тоже очень важно, потому что, ну хорошо, мы там ее построили внутри, но нам с этого никакого толка нет, то мы, к сожалению, вынуждены использовать экзотическую материю. Без экзотической материи ничего не получается. Вот. Все эти значительные варианты, они достаточно некомпактные. Вселенная гиоделя бесконечна, пыль Ванстокума бесконечна в одном направлении, и цилиндр Титтлера точно так же. То есть получается такая печальная ситуация. Следующий сайт, пожалуйста. Ну а теперь мы переходим к такой более философской части. Ну раз уж мы можем построить машину времени, то мы, к сожалению, вынуждены работать со всеми парадоксами путешествий во времени, которые наработали до сих пор философы и писатели. Ну вот такой самый, наверное, зубодробильный, самый ужасный парадокс, который существует, это вот тот самый, что вот вдруг кто-то захочет убить собственного деда, сбегает туда на машине времени и его убьет. Как он после этого вообще вообще мог появиться на свет? И что это такое происходит в такой ситуации? Существует несколько решений подобного рода парадоксов. Во-первых, ну, как я уже говорил, компактная машина времени без эготической материи, она закрыта горизонтом событий. То есть для такой машины времени этого парадокса просто не возникает. Потом существует, так знаю, гипотеза защищенности хронологии, которая, значит, говорит, что на самом деле вообще построить машину времени из изначально такого плоского пространства времени невозможно совсем. Значит, она подкрепляется в максимальной степени вот этой самой теоремой Хокинга, в 92-м году доказанной, которая говорит, что если мы будем рассматривать квантовые поля в полуклассической гравитации, то непосредственно перед тем, как мы получаем первую замкнутую временеподобную львую, у нас к флуктуации этих полей уходит в бесконечности. То есть это значит, что у нас пространство начинает кипеть настолько сильно, ну, по крайней мере, как у этих всех полей, которые там находятся, что они прекратят любую разумную или вселенаправленную деятельность, направленную на, в частности, построение нашей машины времени, и мы не сможем этого сделать. Ну, аргумент сильный, но не убивабельный, не убийственный окончатель для машины времени. Дело в том, что, как показали последующие расчеты, да, они обращаются в бесконечность, но они обращаются в бесконечности на бесконечно малое количество времени. То есть они в бесконечно малом промежутке обращаются в бесконечность. И что конкретно победит, какая из этих бесконечностей, оно, вообще говоря, не ясно. Второй проблемой является то, что, вообще говоря, здесь рассматривается полуклассическая гравитация. То есть это когда у нас пространство-время является классическим, и на его фоне рассматриваются квантовые поля. Ну, это, в общем-то, правильно, потому что мы не имеем точной полностью квантовой теории гравитации, но сразу же возникает вопрос, а что же все-таки будет в ней? Будет ли выполняться эта теорема в ней? И что мы с ней будем делать? Поэтому приходится работать немножко по-другому. Давайте все-таки предположим, что, наверное, машину-временную, по крайней мере, можно построить. То есть пока сейчас не существует строго убедительных доказательств того, что это невозможно. тогда действительно возникает вот сам парадокс, и нужно как-то его решать. Но, к сожалению, люди, или к счастью, это слишком сложные системы, чтобы их фонулировать физикой. Чисто физикой. Мы не можем фонулировать человека, который захотел убить своего деда, полетел обратно на машине времени и там попытался это сделать. Это слишком сложная система для физики, мы должны ограничиться более простыми вариантами. Ну, какие у нас самые простые варианты, значит, в физике? Ну, простейшие, значит. Например, мы можем взять бильярдные шары, ну или там какие-нибудь квантовые частицы. Покажите следующий слайд, пожалуйста. Вот у нас есть прекрасный парадокс дедушки, переформулированный для двух шаров. Точнее одного шара, если вы совсем точны. Значит, вот мы в такое-то время запускаем наш шар по направлению ко входу в машину времени или к машине времени, значит, он пролетает сюда, немножко раньше возникает здесь, вылетает в эту сторону и сам себя сбивается с этого пути. В принципе, ровненько парадокс наше убийство дедушки. То есть теперь шар просто не может попасть в эту самую машину времени для того, чтобы оттуда вылететь и для того, чтобы столкнуться с собой и предотвратить эту ситуацию. То есть мы получаем вот этот самый циклический парадокс, ровненько такой же, но переформулированный на варианте бильярдных шаров. Этот вопрос возник где-то в 90-е годы. И тогда Торн и Новиков практически одновременно предложили решение. Они его нашли. Решение стоит в чем? Они задумались. Ну хорошо, значит, вот у нас есть начальное состояние. Вот такое. Да. Мы запустили этот шар с таким направлением в такое-то время. Все прекрасно. И у нас есть вот такая машина времени. Опять-таки, это тоже начальные данные, которые не подлежит изменениям. Существуют ли такие ситуации, в которых система все равно может быть самосогласованной? И оказалось, что да, они существуют. То есть, на самом деле, получается, что да, шар попадает вот сюда, столкнувшись с самим собой, но при этом он чуть-чуть изменяет траекторию таким образом, что он не просто сбивает себя полностью и не попадает в большее время, а он просто чуть-чуть изменяет свою траекторию ровненько для того, чтобы самосогласованно потом после этого существовать дальше. Причем таких решений, кажется, даже не одно, а целых два. Вот такое решение и вот такое решение. С большим, вот если здесь вы посмотрите, здесь с большим отклонением, а здесь с меньшим отклонением. Отпустили. Из этого возник так называемый принцип самосогласованности Новикова. Он, скажем так, опять-таки, не разделяется стопроцентно всеми исследователями в данном направлении, но, наверное, большинству. То есть он гласит следующее, что каковы бы не были начальные условия, начальные данные, даже с существованием машин времени и всего остального, у нас всегда существует некоторое решение, которое является самосогласованным. То есть, если мы смотрим на это с точки зрения убийства дедушки, что-то нам помешает. Что? Это неизвестно. То есть, может быть, мы сами передумаем, может быть, у нас ружье не выстрелит, может быть, еще что-то произойдет, но ситуация все равно останется самосогласованной. При этом это у нас классическая ситуация. Если мы рассмотрим то же самое на квантовом уровне, без проблем, там просто классические траектории фактически заменяются нашими квантовыми… проще всего здесь думать по терминам интегралов по траекториям, как это у фильма получается. То есть, у нас в каждой траектории классической соответствует своя амплитуда, которые потом складываются все вместе и дают нам эволюцию квантовой системы друг другу. Так вот, оказывается, что если рассмотреть ту же самую задачу с квантовой точки зрения, получается, что вот эта вот ситуация соответствует деструктивно складывающимся амплитудам. То есть, вероятность такого развития ситуации, вообще, говорят, тождественно вращается в ноль. А максимумы распределения, то есть максимумы интерференции, оказываются на вот этих ситуациях. Я сама согласован. Это, значит, в квантовом варианте было рассмотрено впервые до, чем в 91-м году. А самое интересное, что в начале 2010-х это было проверено экспериментально на модели. То есть, там рассматривалась, естественно, не машина времени, но там рассматривалась система с обратным возможным самодействием. То есть, там не по времени, там по пространству, соответственно, она могла действовать на себя сама. И там действительно было получено, что невозможные состояния действительно деструктивно интерферируют, и фактически их вероятность получения в эксперименте на пределах статистической погрешности оказывается. А максимумы распределения оказываются на том, где вероятность фактически интерферирует. Ну, это, в принципе, и так, в общем-то, было бы ясно, потому что простейшая интерференция, которую мы все знаем из школьного курса физики, она вообще переработала точно один же способ. Но здесь просто модель была максимально приближена к именно такой вот машине времени. Только с заменой, соответственно, времени не просто. Следующий слайд, по-моему, показывает, что дедушку убить нельзя. А следующий слайд, ну, пока что мы говорили все о картовых норах, и такой веселой вещь. Значит, ну, у нас картовая нора, это, конечно, хорошо, но это не все. Нам бы хотелось возможности путешествовать к удаленным звездам быстро. Проблема с картовой норой в чем? Даже если у нас есть картовая нора, то мы, соответственно, одну горловину из нее должны взять и каким-то макаром унести к удаленной звезде, для того чтобы попасть на нее быстро. Ну, конечно, можем это сделать тихой сапой. То есть взять обычный рельефический корабль, звездолет, фотонный, термоядерный, еще что-то такое, и эту горловину вот так потихонечку занести к удаленной звезде. Можно. Это было придумано, если я не ошибаюсь, в начале 90-х, 92-е, что-то такое. Это придумал Алькубьеррель. И эта штука называется пузырь Алькубьеррель. Значит, в чем ее прелесть? Прелесть ее в том, что, на самом деле, это пространственно ограниченный кусок пространства, вот такой вот пузырчик, внутри которого располагается обычное пространство-время, то есть все очень хорошо, оно плоское, все прекрасно, можно жить. А с того же него располагается точно такое же обычное плоское пространство-время. При этом этот пузырь, вообще говоря, он двигается со сверхсветовой скоростью относительно внешнего пространства-время. Поэтому он называется пузырем, собственно говоря. Это такой сверхсветовой двигатель. Значит, что он, на самом деле, делает? Этот пузырь, на самом деле, представляет собой сжатие пространства перед стенкой. То есть первая стенка пузыря, передняя стенка пузыря – это очень сжатое пространство. А задняя стенка пузыря – это, наоборот, расширяющееся пространство-время. То есть в какой-то степени этот пузырь действует в следующем образом. Он собирает вокруг себя складку пространства-времени, перебрасывает ее через бока назад и выбрасывает наружу. Здесь все тоже, в общем-то, ничего страшного нету, потому что очевидно, что если посчитать эту ситуацию, то получается, что все нормально. Опять-таки, единственное, что для того, чтобы такая ситуация была возможна, нам нужна экзотическая материя вот в этой самой обгонке пузыря. Везде. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, более интересна именно сама структура этого самого пузыря. Значит, смотрите, если мы будем двигаться, получается, с световой скоростью с помощью этого пузыря, у нас получается, что у нас есть два горизонта событий. То есть у нас есть горизонт событий белой дыры, это на которую мы налетаем, получается, и горизонт событий черной дыры, это от которой мы улетаем. Потому что получается, что здесь мы улетаем со световой скоростью, поэтому не можем никак действовать на то, что здесь происходит. То есть это получается, фактически, как бы, вот эта вот наша область внутри пузыря оказывается внутренностью черной дыры. Мы не можем ни на что повлиять с этой стороны. И наоборот. Вот здесь получается белая дыра. То есть мы налетаем на нее намного быстрее, чем она успевает убежать от нас. Поэтому для вот этой вот части это получается горизонт белой дыры. Мы на нее налетаем. Так как это горизонты, то мы переходим к технологической проблеме. Они светят. И оказывается, что для типичных размеров этого самого пузыря температура этого излучения оказывается 10 в 20-й и что-то такое келью. То есть на самом деле получается, что внутри пузыря вроде бы как жить было бы и можно, но не очень хорошо. То есть вообще говоря, нельзя. Там будет чисто каша из элементарных частиц и больше ничего. Выжить там нельзя. Но, ладно, это еще не та большая проблема. А вторая проблема, которая здесь возникает, это масса экзотической материи, которая нужна для того, чтобы сделать эту самую структуру. Увы, мы получаем ту же самую приезд. У нас, если мы даже берем толщину нашего пузыря, планковскую, толщину, из-за того, что нам нужны какие-то более-менее нормальные размеры, хотя бы по метру в радиусе, а негативная энергия нам нужна вот здесь и вот здесь, то давайте мы приходим к той же самой проблеме, что у нас масса должна быть больше, чем вся видимая система. Еще есть дополнительная проблема с тем, как его конкретно сформировать, потому что есть такая интересная, ну, она, опять-таки, не ноу-гоу, то есть она не стопроцентно запрещающая теорема, но она говорит, что формирование, например, вот этого вот белого горизонта достаточно для того, чтобы преодолеть, например, один светофор за минуту, должно занимать не меньше, чем один год плюс одна минута. То есть тут есть некоторые ограничения, сложности. Но, опять-таки, вот эта теорема, она не является стопроцентно запретительной, там есть способы ее обойти, но они достаточно экзотические, то есть там сложный вопрос. Ну, в общем, получается, что соорудить такую штуку, вроде бы, конечно, и можно, но пока совершенно непонятно технологически, как это можно было бы сделать. Хотя принципиальной возможности противоречия здесь, в общем, нет. Следующий слайд. О, все.